Социальные сети всколхнула новость о том, что в одном из зашкольных учреждений Ангарска массовое отравление. Усилили эффект комментарии обеспокоенных родителей и сообщения о высокой температуре, тошноте и прочих проявлений недомогания. О ситуации в 116 детском саду в управлении образования знают. Более того, держат на контроле. По ситуации, которая освещена в сети интернет на сегодняшний день по детскому саду 116, никакого отравления нет. Идет подъем в этой группе кишечной инфекции. На сегодняшний день той девочке первой, которая заболела в детском саду 5 октября, уже установлен диагноз. Норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным или аэрозольным путем. О том, что это не массовое отравление детей, говорит еще и тот факт, что жалоб из других групп дошкольного учреждения не поступало. В детском саду уже побывали специалисты Роспотребнадзора, они взяли смывы и пробы пищи. Результаты будут готовы позже. По данному факту, следственным отделом по городу Ангарск, следственного управления СК России по Иркутской области, организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия выехали следователи Следственного комитета. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр, специалистами изъяты пробы, следователями опрошен персонал детского сада. Как удалось выяснить, за медицинской помощью обратились шестеро детей. У двоих из них медики подтвердили наличие норовирусной инфекции. Лечение маленькие пациенты проводят амбулаторно. Ольга Балашова, Дмитрий Новопашин, Местное время.